Здравствуйте! Мы продолжаем цикл лекций по истории русского театра. Сегодня у нас третья лекция, которая будет посвящена очень интересному, неоднозначному персонажу Петру Великому. И я сразу же предлагаю прямо в названии лекции задать такой, может быть, провокационный вопрос. Любил ли Петр Первый театр? Я думаю, что в конце у нас будет, если не ответ, то по крайней мере много поводов и материалов для того, чтобы порассуждать об этом. Во-первых, приходилось ли вообще Петру Первому как-то заниматься театром, сталкиваться с театром? Это первый вопрос, который мы сейчас кратко рассмотрим. Если вы помните, в самой первой лекции я упоминала такое слово театрализация и предлагала вам посмотреть на какие-то явления медийной жизни, социальной, повседневной, как на театрализованной. То есть мы можем увидеть театр вне театра, не только на театральной сцене, мы можем увидеть театр в спорте или театр, например, в юриспруденции, суд, как театрализованное зрелище и так далее. Так вот, задавая вопрос, сталкивались ли с театром Петр Первый, занимался ли театром сам Петр Первый. Его отец, Алексей Михайлович, может сказать, первый театральный продюсер. А как с Петром? Отвечая на этот вопрос, нужно вспомнить вот это слово театрализация. Во-первых, это нам будет дальше важно для того, чтобы смотреть, как Петр Первый пытался в Москве построить новые театральные здания. В каком-то смысле, я понимаю, что сейчас это будет провокативное утверждение. Но, тем не менее, знаменитое событие, начало царствования Петра, собственно, событие 1698 года, это самая стрелецкая казнь, которая нам многим знакома, конечно, по классической картине Сурикова «Утро стрелецкой казни». Сама эта самая стрелецкая казнь, в каком-то смысле, ведь тоже театрализованное зрелище. Казнь вообще очень театральна. У казни, как и у театрального спектакля, есть зрители. Казнь происходит, как правило, даже на некотором помосте или сцене. И пусть сейчас это прозвучит, как некоторый спойлер, но вот там же, где Петр проводил вот эту самую стрелецкую казнь, как показательное, публичное мероприятие, такое со зрителями и всем таким прочим, там же Петр потом и захочет устроить настоящий театр, театральное здание и театральные представления. Значит, это такой первый момент, да, сама по себе. Можно посмотреть на, например, на стрелецкую казнь, такие показательные стрелецкие казни, как на форму театрализованного зрелища, кровавое, ужасное, жестокое представление. Второй момент, который интересно отметить, говоря о связи Петра с театром и театральной культурой, это то, что, как вы знаете, также очень известной страницей в жизни Петра было Великое посольство, когда Петр ездил в Европу там учиться, смотреть на европейскую жизнь. И на это самое Великое посольство мы с вами тоже можем посмотреть, как на театрализованную некоторую практику. Вот почему, ведь Петру приходилось переодеваться, да, вот вы видите его на слайде в костюме голландского матроса, да, ему приходилось выдавать себя за кого-то другого и даже простраивать роль. В этом смысле, конечно, да, тот Петр уже в начале своего царствования был человеком в театральных делах, а вполне себе искушенным, да, и уже опробовавшим себя в разных амплуа. Кроме того, если уже переходить непосредственно от театрализации, от каких-то явлений, похожих на театр в жизни, непосредственно к театру как искусству, к сцене, к актерской игре, пьесам, драматургии и так далее, тут важно отметить, что театр вообще, это ведь часть такой светской жизни, да, это светская форма досуга, и Петр будет заинтересован на протяжении всего своего правления, будет заинтересован в театре по той причине, что он всячески, да, утверждает, предлагает или даже настаивает, да, на том, чтобы люди принимали участие именно в светских формах досуга, чтобы из такого вот, да, патриархального, домостроевского какого-то, да, такого вот режима его подданные переключались в режимы светские, европейские, новые, и театр в этом смысле, это тоже часть такой программы для Петра европеизации и такой прививки, да, европейских, светских форм досуга. Кроме театра, это, конечно же, и балы, да, значит, которые тоже представляют собой именно такую форму досуга, представляете себе, еще при отце Петра, да, вот при Алексея Михайловича, о котором мы говорили в прошлой лекции, дамам нельзя было прямо появиться непосредственно без некоторого прикрытия, да, появиться в публичном пространстве, да, вот на первом представлении от аксессового действия они сидели в закрытой ложе, их не должно быть видно, а теперь у нас балы, да, мы выходят в роскошных туалетах, демонстрируют себя, это совершенно новое, это, конечно, очень сложно и в каком-то смысле даже травматично, но также, как и балы или ассамблеи, да, знаменитые, собственно говоря, театральные спектакли, это тоже такой светский досуг и некоторая форма публичности, поэтому опять, да, мы сталкиваемся с такой интересной ситуацией, театр это не только искусство, да, а театр это часть государственной политики при Петре, такая часть европеизации для него ужасно важная. Собственно, он также у Петра к тому моменту, когда он начинает заниматься вплотную и всерьез идеей создания русского театра в Москве, у него есть опыт не только такой театрализации жизни, да, но, конечно, у него есть опыт театрального зрителя, посетителя европейских театральных маскарадов, да, значит, вот, и здесь на слайде сейчас вы можете остановить видео и почитать подробно цитату, да, цитаты из книг по истории русского театра, которые рассказывают, как Петр, да, принимал участие в маскарадах, театральных зрелищах, как зритель, вот, это тоже ему уже было знакомо, он мог привезти это в Россию, в частности, в Москву и попытаться устроить у нас что-то подобное. Идея Петра, в отличие от идеи его отца Алексея Михайловича, была связана с тем, чтобы сделать театр не придворным, да, доступным только избранной аудитории, а сделать театр действительно публичным, приобщить к этой европейской форме досуга максимальное количество горожан, сделать театр городским, да, вот мы говорили в прошлой лекции о придворной форме театра, а сейчас мы говорим о том, что появляется проект городского театра, в который придаются билеты, в который, да, по билетам может прийти зритель любого сословия, который может позволить себе купить этот самый билет, поэтому для Петра было очень важно, чтобы театр, во-первых, был на русском языке, да, а не на каком-нибудь немецком, как это было ранее, чтобы он был понятен широкой городской аудиторией, чтобы он был общедоступен, и потому он хочет, чтобы вот это новое театральное сооружение, в котором будут играть по-русски, будут играть для всех, находился на Красной площади. Это вызывает огромное неприятие и недовольство, прежде всего, церкви, конечно, потому что как там рядом с Успенским собором могут быть какие-то, да, вот эти бесовские игры, помните цитаты о скоморохах и вообще, да, значит, пагубности театральных игрищ и зрелищ с точки зрения церкви, поэтому Петра всячески пытаются отговорить от этого, причем не только прямыми способами, но и такими хитрыми какими-то, да, такими манипуляциями, например, говорят, что там почва недостаточно хорошая для того, чтобы там что-то строить, что там, я не знаю, деревянное сооружение там сгорит, скорее всего, в общем, пытаются какие-то ему аргументы предлагать, но Петр не преклонен, значит, в центре Москвы, в самом сердце Москвы должно быть такое европейское публичное заведение, и он, собственно, выполняет свою эту идею, и на Красной площади строится комедиальная храмина, да, мы все еще с этим, имеем дело с этим самым замечательным языком 17-го, да, рубежа 17-го, начала 18-го века, значит, она построена, занимается, собственно, организацией там спектаклей, да, там обучением вот этих самых отроков, да, из немецкой слободы, которые могли бы там играть, опять немец, значит, его зовут Фюрст, да, его фамилия Фюрст, его пригласили, он не, сам не жил в России к этому моменту, Петр настоял на том, чтобы его пригласили в Россию, и чтобы он занялся организацией театрального дела, в частности, жизнью вот этого театра на Красной площади. Фюрст очень не хотел ехать в Россию, очень опасался, он боялся, что иностранцы пропадают в России, да, это очень страшное, гиблое место, у нас сохранились письма, да, значит, Фюрста, в которых он отказывается, но все-таки, значит, да, наши дипломаты и Петр были очень как-то настойчивы и, вероятно, щедры, и поэтому Фюрст все-таки приехал, он пять лет прожил в России всего и скончался после этого, поэтому я и говорю, что история русского театра это в каком-то смысле увлекательнее, чем сериал «Игра престолов», никогда не известно, что случится с главным героем или как повернется, да, значит, дальше сюжет. Любопытно, что Фюрст вообще был театральным антрепренером, то есть у него было частное театральное дело, да, там, у себя на родине, и с ним приезжают его актеры, да, там, часть, часть труппы, и в частности с ним приезжает его жена Анна Фюрст, которая, ну, насколько нам известно, первая профессиональная актриса, которая оказалась в России, да, то есть первая женщина-актриса, вот у нас это Анна Фюрст. Использовался ли этот самый театр, да, о котором мы говорим, на Красной площади какой-то большой популярностью? Честно говоря, нет, и это большая проблема вообще истории русского театра. Он всегда, по крайней мере, довольно долго, да, являлся, этот театр, русский театр являлся некоторым проектом, спускаемым сверху, да, вот есть у Алексея Михайловича идея, поэтому ее можно продвинуть при помощи театра, есть у Петра такая стратегия европеизации, и театр прекрасно в это вписывается, поэтому очень важно театр этот устроить. А есть ли у зрителей потребность этот театр смотреть, в него ходить, да, приобщаться к этому, к этой форме зрелища никого не интересует, а у зрителей этой потребности слишком большой не было. Вот здесь вы видите цитату, да, из документа эпохи о том, как зрители вели себя в этой самой, да, значит, комедиальной храмине, да, видим, что не очень хорошо и даже некорректно с точки зрения такой пожарной безопасности, да, значит, смотрящие знатные особы русские иноземцы и нижних чинов-люди, многие курят табак в чуланах и ходят, это, значит, написание, опять же-таки, привет, да, языку. Начало XVIII века ходят по харам, а в них харам это вот что-то вроде балконов, да, театральных в современном помещении. И в нижних местах из пипок пепел с огнем сыплют с трубок на полы и с великим небрежением. И от того, если искра какая-то закрадется по щелям под полы, а сторожа вскоре того не осмотрят, опасно. От чего, боже, сохрани огненного запаления, да, ну вот зрители ведут себя опасно, но ходят в театр, они вообще-то говоря неохотно, неохотно они ходят в театр еще по одной причине, при Петре, да, вот в этот театр, который Фюрст пытается как-то продвигать. Дело в том, что в это время на территорию Красной площади, на которой находится театр, платный въезд, проблема платной парковки, оказывается, была еще во времена Петра. Соответственно, зрители не хотят тратить еще и деньги на вот этот платный въезд. К концу своей жизни несчастный, короткий, достаточно несчастный Фюрст добивается того, чтобы для зрителей въезд был бесплатным. Он как-то пытается искренне вызвать интерес к театру, к театральным представлениям в русских зрителях, но получается это, честно сказать, не очень хорошо, а когда столица перемещается из Москвы в Петербург, то Петр начинает заниматься совершенно другими сюжетами, да и вообще Петра постоянно от этого театрального сюжета, важного для него, все-таки отвлекают войны, например. А как только глаз императора перестает падать на эту зону театра и интересоваться ей, следить за ней, все разрушается само собой, потому что никому, кроме самого Петра, по сути, да, как бы этот театр не нужен ни зрителям, да, ни придворным, никому он, в общем-то, особенно не нужен, вот, и это такая трагическая, любопытная ситуация, то есть пока театр как бы не приживается. Наверное, последнее, что я бы сказала в этой части нашего лекционного курса, здесь вот между Алексеем Михайловичем и Петром возникает театром, да, Алексея Михайловича, эпохи Алексея Михайловича и театром эпохи Петра, возникает такой трагический разрыв, и вообще такие трагические разрывы, разрыв связей, да, прекращение какой-то традиции, это такая, ну, некоторая культурная особенность истории русского театра. 25 лет после смерти Алексея Михайловича, до того, как Петр не начинает, да, не доходят у него руки до того, чтобы вот активно эту идею театра продвигать, 25 лет театра в России вообще не было, то есть вот сыграли первые спектакли, да, значит, они получились в каком-то художественном смысле, да, сам Алексей Михайлович был очень воодушевлен, было построено специальное здание и так далее, и Алексей Михайлович умирает, и никому это оказывается не нужно, да, здания, декорации потихоньку растаскиваются, да, там, значит, вот какие-то эти отроки из немецкой слободы, которые были обучены театральному делу, как актеры, да, там тоже как-то куда-то непонятно исчезают и прекращают этим заниматься, да, собственно, не особенно-то, да, они, вероятно, и хотели этим заниматься, и получается, что мы, да, вот в такой ситуации, в которой театр это государственный проект, пока еще для нас, да, и так будет до середины 18 века, спойлер, а некоторый государственный проект, который спускается сверху с определенными государственными целями, это и интересно, и по-своему трагично, и эта ситуация, конечно, очень отличается от, да, нашей текущей современной ситуации, да, когда театр оказывается в первую очередь не развлечением, не зрелищем, не формой досуга, да, вот таким вот частью государственной программы, это довольно любопытно, опять возвращает нас к тезису о том, что представление о том, что такое театр, очень изменчиво, и так, и культурно обусловлено. Итак, я хотела бы традиционно предложить вам несколько вопросов по тому материалу, с которым вы сейчас познакомились, и по традиции мы будем очень рады, если ваши ответы появятся в комментариях под этим видео. Первый вопрос, на каком языке должны были играть в московском театре, в этой самой комедиальной хромине, по мнению Петра Первого, и почему именно на этом языке? И второй вопрос, какие формы светского досуга, Петровского времени вы знаете, да, одна из этих форм театр, вот некоторые мы еще упоминали в лекции, может быть, вы что-то помните еще, да, и из школьной программы, и вообще из интереса к Петровской эпохе. Петровская эпоха представлена и в популярной культуре, и в массовой культуре, да, о Петре много написано, и в высокой культуре, да, о Петре много написано, художественных произведений, может быть, вы вспомните еще какие-то формы светского досуга, которые мы не упоминали. Спасибо большое за внимание и будем благодарны вам за ответы и комментарии.